Украинцам мало мест, как будет представлена наша община на парламентских выборах в Польше, Европейская правда, Украина. Игорь Исаев, Европейская правда, Украина, 1 сентября 2019 года. В Польше выборы в СЕИМ проводятся под открытым списком, то есть избиратель голосует не только за партию, но и за конкретного кандидата, представляющего эту партию в своем регионе. Согласно этому принципу депутатам не обязательно будет тот, кто занимает одно из ведущих мест в партийном списке, популярные кандидаты могут набрать больше голосов, чем те, кто зарегистрирован в списке несколькими ступеньками выше. Однако одержать победу, когда партия отправила тебя на галерку, задача довольно сложная. Но именно такие места достались украинцам. Опытный государственник и депутат прошлой и позапрошлой, ВИА-7, каденция СЕИМа, политик украинского происхождения Мирон Сыч оказался на последнем, 16 месте в списке партии Гражданской коалиции, ГК, в своем родном округе в Эльбулонге. Ранее Мирону Сычу на этом округе было отдано от 6,5 до 9 тысяч голосов. Он дважды начинал кампанию с 6 и 1 раз с 4 места в списке Гражданской платформы, одна из партий, на основе которой перед этими выборами была создана ГК. Несколько раз Сыч получал больше голосов, чем кандидаты, находящиеся на более высоких местах в списке. Однако этот опыт не стал определяющим для партии, и лидерами списка ГК в Эльбулонге остались те же, кто был и раньше, Яцик Протас, Петр Цеслинский, Эльжбета Гелерт. В Варшаве с 38 места, 3 с конца по списку Гражданской коалиции, стартует, получившая гражданство, иммигрантка из Украины Мирослава Керик, председатель фонда помощи мигрантам «Наш выбор». Она новичок в большой политике. Кандидат подчеркивает, что остается общественным активистом и не вступила в партию, однако решила принять участие в выборах от объединения оппозиционных сил. Я отправила резюме, так как для меня это был шанс заявить о новых гражданах Польши и о равенстве, независимо от происхождения или пола, прокомментировала она свое выдвижение. Я буду проводить кампанию в зависимости от своих финансовых и временных возможностей. На этом перечень представителей украинского меньшинства и, получивших гражданство мигрантов из Украины в списках главных политических сил Польши заканчивается. Другая ключевая сила, действующая партия власти «Право и справедливость», вообще не включила в списки кандидатов тех, кто декларировал бы украинское этническое происхождение. Так, на первом месте списка гражданской коалиции находится педиатр сирийского происхождения Риад Гайдар, популярный в регионе врач и общественный деятель. Более того, за его участие в кампании сражались гражданская коалиция и левые. Обе партии хотели выдвинуть именно этого кандидата против представителя партии власти, действующего вице-премьера Яцека Сасина. В списке ГК есть также представители других национальных меньшинств. С пятого места в Пеле стартует преподаватель и экономист зомбийского происхождения Киллион Мунима. Рожденный в Палестине врач и управленец Башара Аль-Шайра стартует с четырнадцатого места в Быдгоще. На двадцатом месте в списке ГК в Кельце зарегистрирован Овет Сим Найян, предприниматель армянского происхождения. Отдельное внимание заслуживает округ с центром в Эльблонге, тот самый, где для Мирона Сыча нашлось лишь последнее место. В этом списке на вполне престижном пятом месте ГК зарегистрировала белоруса Евгения Чеквина, православного политика. Для католической Польши это имеет особое значение. А вот среди кандидатов от правящей партии право и справедливость такого разнообразия национальностью не наблюдается. Их списки отражают традиционные правила – поляк и католик. Многолетние друзья Украины есть и в списках гражданской коалиции. Это, в частности, Павел Коваль – первое место в Кракове, Ярослав Шостаковский – пятое место в Варшаве, и Адам Шлапко – третье место в Познании. Всего в списках обеих ведущих партиях-соперницах – проверенные, старые партийные кадры, только слегка обновленные молодыми политиками. При этом в следующем созыве Сейма, вероятнее всего, не будет ни одного этнического украинца. Поэтому избранный осенью парламент Польши вряд ли решит какие-либо проблемы исторической политики, нацменьшинств или новых эмигрантов. Но, к сожалению, вполне может создать новые. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.